Приветствую вас, друзья и недруги. 6 марта день рождения Михаила Жванецкого. Еще через год, 6 марта 2024 года, ему бы исполнилось 90, если бы он в 2020 году не ушел. Я всего лишь один раз беседовал с Михаилом Михайловичем. Это был проект «Семейный альбом», приезжал к нему в гости. У него в гостях был его напарник и соратник, поэтому на троих побеседовали. Всего раз. Но имя самого знамения этого одессита все время всплывало в интервью с другими людьми. Здесь у нас грузин. По фамилии Горидзе зовут его Абас. Зовут грузина Абас. Его так назвали, он не виноват. Тебя как зовут? Стёпа. Ну ты Стёпа, он Абас. Он Абас, ты Стёпа. Грузин Абас. А кто Стёпа? Ты Стёпа, он Абас. А доцент тупой. Ну, разговаривали, всё равно хочешь Райкину показаться? Я всем предлагаю. Он увидел спокойный был очень. Говорю, ну давай так, нехотя. Ну и я его привёл к Райкину. Райкин в санатории отдыхал. Он его тоже пригласил. Вот мы втроём сели в поезд и приехали в Питер. Они уехали в Питер. Я сижу в трюме парохода. Я был сменомехаником, и я получил письмо от Ромы. Толстое письмо в древнегреческом стиле, в стиле молитвы. И вот это я сидел, читал, и оттуда выпала программка, вот как я сошёл с ума после того, как он сошёл с ума. Да, выпала программка, где моя фамилия, где он включил монолог Ромы в свой спектакль. Вот тут, конечно, среди угля, я в слезах. Ну что потом получилось? Я получал 89 рублей, как смены механики. А авторские за монолог были 150 рублей в месяц. Почувствуете разницу, как говорят, в одном городе? Это было только начало. А потом уже, когда мы приехали с мамой к Крайкину, с мамой я ещё ездил, он сказал, ваш сын будет богатым человеком. И действительно у меня потом были пацаны, 1300 после 89. Это авторские за спектакль. Хочет человек иметь много денег. Это же не преступление, это увлечение. Так сейчас же всё зажали. У академиков мне оклад как раз нравится. Но это труды какие-то надо иметь. Искрить, в дыму сидеть, червей скрещивать. Как у них там? Сначала кандидат, потом доцент, потом профессор, и только потом академик. Пока тебе дадут этот оклад позеленей. Ну вы ведь как психолог и как инженер душ человеческий, вы же писатель теперь, вы не могли не задумываться над природой этого успеха. Я в этой же студии беседовал в июне месяце еще с блогером-проституткой Кэт. Да. С реально практикующей проституткой из Питера. И вот успех ее дневника, мне понятен, потому что секс и деньги – это вещи, которые интересуют, в общем, почти всех. В многих, и там тоже как бы эффект подсматривания в замочную скважину есть. Но она и пишет хорошо, я не понимаю. Я думаю, вы тоже пишете хорошо. Неожиданно. Она пишет хорошо, у нее просто гораздо меньше подписчиков, чем у вас. Она догоняет, она догоняет. Хорошо, все равно объясните мне. Мне кажется, что в тексте и в жизни человек обладает неким обаянием. То есть вот удается, вот у меня есть, я придумал некий персонаж. Я его придумал немножко от головы, я его долго корректировал с 2005 года. Ну, вы срисовывали себя, естественно. Ну, срисовывал, но я не похож на него. Я так думаю. Потому что он там более ироничный, он мягче, он такой «Ах!» немножко. А я такой, деньги считаю. И вот у той же Кэт есть некое обаяние. Как у Жванецкого есть сценическое обаяние. Или вот с Ефимом Шифриным мы переписывались немножко, о чем-то говорили. Фантастический, обаятельный человек на сцене. Но если вернуться к Жванецкому, я не могу его читать с бумаги. И никто не может, он не смешной. Про Жванецкого считаете? Да, я про Жванецкого говорю. И про Шифрина, наверное, тоже. Они вживую прекрасные. Я вот с Задорным познакомился. Вот я за что благодарен своему блогу. Вот какие-то люди приходят. Очень приятно. Михаил Николаевич тоже. Сидишь, с него смеешься просто так. Вот он сидит, сидит, потом вдруг так и вопли. Зина! И бежит какая-то Зина. Это все смешно. Что бы он ни делал. А в текстах на бумаге они не смешные. А у меня наоборот. Почему-то мой бумажный текст воспринимается как юмористический. А прочитать его со сцены. Два года назад ко мне обратился некий московский продюсер. Очень хороший человек. Говорит, давай ты будешь читать. Мы с тобой заработаем перед Новым годом как раз лимон за месяц по корпоративам. Вот. Первая книжка там вышла. И совершенно не пошло. Не умею читать свои тексты со сцены. Хотя предложения постоянно продолжаются. Вы отказали ему, исходя из того, что у вас это не получится? Или вы все-таки попробовали? Я попробовал. Я сделал там две или три попытки где-то выйти. В клубах это было? Это было в клубах. В московских? В московских тоже. Я пришел к выводу к такому, что вот мой текст нельзя читать. И никто его не сможет читать. Потому что пытались сделать аудиокниги, они тоже не смешные. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но почерпно. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.